Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Со слов «Приблизилось Царствие Небесное» Христос начинает свою проповедь. В притчах Он множество раз говорит о Царстве Небесном, используя разные Его образы, как их понимать и о чем мы молимся, когда призываем Его Царствие. Об этом мы сегодня поговорим с протоиереем Федором Бородиным. Посмотрим сюжет. Распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему. Благая весть о Царстве Небесном – сердцевина учения Христа. Об этом трудновмещаемом человеческим разумом понятии Он говорил притчами. Основу этих притч составляли простые и понятные примеры из повседневной жизни людей – рыбаков, торговцев, землепашцев. Здравствуйте, отец Федор. Добрый день. Образы Царства Небесного, которые Христос в своих притчах приводит, они на самом деле очень земные, так сказать, бытовые. Ну, закваска, которая вскисает и ради которой тесто поднимается и становится живым и цельным. Пир, на который собираются люди для того, чтобы попраздновать, повеселиться. Поле, которое известно для любого земледельца, как оно сеется, как оно вспахивается, как оно убирается. Все очень земное. И вдруг небесное. Мне кажется, Господь проповедовал так просто, чтобы любой человек в любой культуре и в любую эпоху это мог понять. А вот если бы это было как-то сложно интеллектуально, то очень много людей было бы вне этого призыва, который звучит через эту притчу. Поэтому ни один человек не может сказать, что это для него непонятно. А я еще думаю, вот почему. Потому что мне кажется, что земные законы, те законы, которые не человек придумал, естественно, а которые Господь этому миру положил, и законы небесные, они не могут друг другу противоречить. Они все как в едином, как в каком-то таком божественном законодательстве, законодательстве любви и добра. То есть, если, например, человек понимает, как делается что-то земное, то если вдруг он начнет употреблять то же самое для небесного, у него это также хорошо получится. Но вот я, например, вспоминаю притчу о безумном богаче, который все время расширял свои хранилища для того, чтобы свои амбары заполнить земным благом, как он говорил. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Если поменять смысл земной на небесное и расширять свои хранилища для другого блага, для настоящего, ведь это же действительно закон тот же самый. Чем я больше получаю, тем мне надо расширять свою душу. Я могу употребить все свои силы, чтобы строить земные амбары, и у меня получится, законы действуют. А могу то же самое употребить для своей души. Причем интересно, если продолжить вашу мысль, все заповеди Божии в некотором смысле являются продолжением законов внутри божественной жизни. И если Бог хочет, чтобы человек был похож на Него, то даже эти заповеди Он дает для этого. Например, воплотившийся Сын Божий слушается в свою земную мать. Она говорит, что Он скажет, то и делайте. И Христос говорит, еще не время. То есть в божественном замысле еще не время творит чудо. Но из послушания матери Он творит чудо. И поэтому, когда Он дает заповедь о почитании родителей, Он продолжает на нас и эти законы предлагать нам. И вот как и те законы, о которых Вы говорите, которые тоже действуют. Действительно оказывается, что человек так умеет хорошо делать для земли, оказывается возможным, если вдруг он перестает это делать для земли и начинает это делать для неба. Я помню рассказ преподобного Авва Дорофея о себе мальчике, когда он рассказывал о том, что когда он был еще ребенком, ему очень плохо давалось учение. И он брал в руки книгу, как какого-то зверя, как какую-то гадюку. И вот он решил себя как-то заставить, заставить учиться, заставить читать. И вот в себе выработал такой навык через понуждение. Он стал читать, все больше и больше читать, все больше и больше как-то открывать для себя мир. И так увлекся этим чтением, что чтение для него стало как пища земная. Он забывал есть, он забывал пить, он закрывался с одеялом, со свечкой, читал, читал всю ночь. Таким образом он вдруг действительно стал другим человеком. И когда он вырос, он сказал себе, ну если я так хорошо все это смог сделать для земного, попробую я стать монахом. И то же самое употребил для своей духовной жизни и стал прекрасным монахом. Вот действительно это все может быть перенесено. Поэтому и взяты такие простые образы. Пахарь, семечко и друг, невод. Горчичное зерно, например. Это очень интересный образ горчичного зерна, который Христос употребляет в одной из своих притч о Царстве Небесном. Он же сказал, «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». В Палестине зерно горчичного дерева – одно из самых мелких. При этом само дерево достигает большой высоты. Евангельское сравнение Царства Божие с горчичным зерном, выросшим в огромное дерево, подтвердилось в жизни быстрым распространением христианства, первоначально веры небольшой группы последователей Христа по всему языческому миру. Удивительно, что человек, когда приближается к вере во Христа, в его большом мире, это, может быть, одна маленькая книжечка на одной полочке. Чуть-чуть иногда. А потом она вырастает в нем, эта книжечка, вот, Евангелие, и она становится самым главным в его пространстве. Уже все остальное, оно, так сказать, или мешает быть с этим деревом, или помогает. Действительно. Какой прекрасный образ с Евангелем. Как-то мне даже в голову не пришло, что Евангелие действительно есть та самая маленькая книжечка, как та самая маленькая зерношка. И сказано, сеющий сеет слово. Слово «Сын Божий» засевается в душу человека. Его Евангелие о Царстве Божьем проповедь засевается. И вырастает в нем. И человек, который, допустим, вот самый яркий пример из нашей истории, князь Владимир. Ну, чудовище. Это же все было. И убийство, и разврат. Вот в него упало семечко. Он когда-то первый раз услышал от бабушки. Все это его не касалось. И вдруг это властно начало в нем расти. И мы видим, что вот это красное, то есть красивое солнце Владимира, прекрасное солнце, как он остался у нас. Что это стал человек святой. Более того, он детей воспитал еще. Бориса и Глеба. Удивительно. А еще, батюшка, что очень важно, что в одном из своих слов Господь говорит, что даже сам человек не знает, как растет семя. Как он опускает корень, плод. Как людям часто хочется за собой все время следить. Как я духовно расту. Есть ли у меня духовные успехи. Не стою ли я на месте. И так далее. Скажите, батюшка. Это скрыто от человека. Скрыто. И это правильно. Потому что человек возгордится, неправильно будет к себе относиться. Не надо. То же самое с закваской. То же самое с закваской. Еще сказал, чему уподоблю Царство Божие. Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Притча о Царстве Небесном, вот где Христос сравнивает Царство Небесное с закваской, с горчичным зерном, с такими, казалось бы, малыми вещами, с неводом, с жемчужиной. То есть он пытается через бытовые какие-то ситуации показать, насколько ценно, насколько неожиданно, насколько как бы все переворачивающе, весть о Царстве. Это, наверное, одни из самых поэтических сравнений. Это действительно какая-то поэзия уже в Евангелии. Это не так часто иллюстрировалось. Есть, конечно, ранние примеры. Двери церкви Святой Сабины V века сохранились. Там есть притч о закваске. Женщина стоит, и рядом с ней несколько таких, прям видно, что это типа кастрюль с тестом. Мама печет пироги. Я бегаю все время, так сказать, щипать вот это вот в скиф, потому что вкуснее ничего не было. И запах этот. Вдруг она вылезает из кастрюли, начинает ползти, начинает распространять собой, занимать свое пространство. Из чего? Вспомнишь, да? Такой маленький кусочек был скатан. Удивительно, как Господь любит нас. Как мало нужно человеку, как мало нужно человеку на самом деле, чтобы изменить себя. Причем притчи о Царстве Небесном говорят именно о том, что, в общем-то, даже не сам человек это делает. Что что-то помимо него в нем самом начинает действовать. Что даже человек в каком-то смысле, ну, потому что, наверное, не способен сам же человек к Царству Небесного. Он уже, может быть, и хотел бы поступить по-старому, а уже не может. Вот хотел бы украсть, как раньше, или ударить, а уже рука не поднимается, потому что в нем это вскисло и выросло. И мне кажется, надо обязательно вернуться к святоотеческому такому толкованию этих притчей. Они прежде всего говорят о том, что такое Царство Божие. Царство Божие — это когда в душе человека царствует Бог. Это может быть в любую эпоху, в любых обстоятельствах, при любом жизненном пути человека. В его сердце царем, то есть абсолютной главной вершиной его иерархии является Господь. Вот тогда в нем Царство Божие. И тогда все остальное уже выстраивается. Он может быть князем, он может быть нищим, воином, ученым, он может быть многодетной мамой, монахом, неважно, кем угодно. Он может быть. Но этот человек, который будет поступать так, как велит ему его царь, который в его душе самое главное. Окном в Царство Небесное на земле называют икону. Золотой цвет в ней — символ Божьего присутствия, небесного света, вечности и благодати. Золото — цвет, который есть свет. Это фон, и в то же время это среда, это и свет Царства Небесного, свет не вечерний, и царство сияния, золото, царского материала. Вот через это тоже. То есть все православное искусство, оно как раз направлено на то, чтобы показать небо. Небо. Это прорыв в небо. Когда-то это было общим достоянием всего христианского искусства в первые тысячелетия. И на Западе это продолжалось, ну, где-то, наверное, до Джотто. Флорентийский художник Джотто на рубеже XIII-XIV веков отошел от византийской иконописной традиции и сделал шаг к реализму в изображении евангельских сюжетов. Вот Джотто I решил повернуть зеркало искусства на Землю. А православное искусство, оно до сих пор выстраивает вот эту перспективу, вот показывает эту оптику. То есть царство небесное. Все, что изображает православное искусство, это, в общем, с точки зрения небесного царства, преображенный человек, преображенная земля, какую-то, я не знаю, там, светоносность всего, да, образ света, который внутри, а не снаружи, да, вечный день. Царствие Божие – это где Христос, Царь и Бог. Видеть мир в свете Царства Небесного – то, чему учит нас икона. По идее, христиане уже живут в Царстве Небесном. Конечно, они граждане этого мира, и еще грех тянет, и мы должники еще этого мира, но, в общем, икона показывает, что уже здесь и сейчас оно присутствует. Интересно, что обычно люди мыслят себе Царство Небесное как какое-то такое отдаленное и во времени, и в пространстве места, чуть ли не географически, где-то там, наверху, далеко-далеко, и мы к этому всему, в общем, большого отношения-то не имеем, потому что наша жизнь земная, главное быть просто хорошим человеком, ну так, никому плохого ничего не делать, ну, по возможности делать, конечно, хорошее, но и так постепенно-постепенно ты так в Царство Небесное придешь, а Царство Небесное, что это такое? Ну, это примерно как такой, знаете, вот, ну, пятизвездочный, хороший такой отель, где все включено. Вообще, это вопрос стандартов, требования к себе современных христиан. Вот что мы хотим от себя? Соблюдать посты, периодически причащаться, читать правила и не делать большого зла? Ну, как-то быть уверенным в том, что я поступаю правильно, хорошо, что, в общем, мне гарантированы какие-то за это бонусы, вот, и что, в общем, так потихонечку-потихонечку, бочком-бочком, я так как-то... А Церковь не так говорит. Церковь говорит не так. Вот я сейчас перечитываю книгу, аскетическую книгу о Вейсайе, и у него там постоянно звучит мысль о том, что ты, смотри, как ты поступаешь, ты поступаешь по естеству Иисуса, или ниже его естества. А ты должен поступать по естеству Иисуса, то есть по Богочеловеческому. Понимаете? Вот мир, вот чему ты призван, вот ни больше, ни меньше. Понимаете? Если ты поступаешь по естеству Иисуса, то ты брат Иисуса. И, допустим, у Макария Великого то же самое. Мы все должны поступать как братья Иисуса Христа. Вот удивительно. То есть, какое требование к себе? И что, я тогда могу на кого-то наорать? Или что-то украсть? Или я могу кому-то не помочь, если я по естеству Иисуса? Причем, интересно, не по естеству Адама. Он говорит, это все уже, это в прошлом, сейчас другие требования. Христос говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Не там, не здесь, не где-то, и не когда-то. А внутри вас есть. Чем ближе мы ко Христу, тем наше чувство чище. На Пасху поется, очистим чувства и узрим Христа. Как один старый батюшка говорил, если внутри тебя рай, то где бы ты ни оказался, вокруг тебя будет рай. Вот это состояние человеческого сердца. Это озарение благодати Божией, озарение Духом Святым. Это свет Христов. Это вот радость Бога общения, радость присутствия Божия, радость от того, что, ну как Бог не может не любить, любовь как высшее, наивысшее свойство Бога, так и человек, способный любить, он становится богоподобным, вновляется Богу. Взыщите прежде Царство Небесное и правды Его, и все остальное вам приложится. Вот удивительный способ прохождения жизни. Взыщи прежде всего главного, и все остальное будет у тебя все равно. Именно то, что тебе надо. И вот как человеку тяжело искать Царство Небесное, как человеку тяжело в эти слова поверить. Поверить в том, что все приложится. Довериться Богу очень тяжело. Очень тяжело, и я по себе это знаю, и я думаю, что все мы по себе это знаем. И мы об этом говорим, вспомнив Пресвятую Богородицу и всех святых, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Вот мы это говорим много раз за каждую службу. А как это страшно. Я знаете, даже вот я пришел к такому выводу, мне эти слова очень помогают, только не смейте, снять давление. Утреннее давление высокое. Я начал анализировать, почему. Я просыпаюсь, я помолюсь, начинаю беспокоиться сразу. Вот эти дела все надо сделать. Вот сколько я не успеваю, ресурсов нет, времени нет. Вот это не решается. Стоп. Сами себе, друг друга, всю жизнь нашу Христу Богу предадим. И мне становится сразу легче. Потому что на самом деле, все Господь поможет. Поможет Господь. Все, что надо, и вот вы правы. То, что полезно, и то, что будет. Может быть, Он не даст тебе такую машину, как ты хочешь. Ну, значит, не полезна тебе эта машина, значит. Может, что-то еще тебе не даст. Ну, даст гармонию мира. Даст то, что дает мир твоей душе. Даст то, что соединяет тебя с теми, кого ты любишь, кто тебе действительно по-настоящему необходим. А мы все время бежим за этим, что Бог нам обещает, что приложится. Мы его не достигаем, мы его не получаем. Нам все время плохо. И время проходит, и мы какие-то вот такие совсем несытые. Несытые души. Царствие Божие тоже изображается Христом. Причем, как сокровище сокрытое где-то. Как жемчужина ценнейшая. Кстати, как князь Владимир ее обрел когда-то. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Говорит Христос. Тоже вот, собственно говоря, об этом. Интересный случай. Мне мой друг, один рассказал, христианин замечательный, жаловался своему приятелю, довольно богатому человеку, о том, что денег нет. Работает он, как-то все трудится. Он иконописец, пишет иконы. Ну, как-то вот они живут как-то бедно. И этот друг богатый спрашивает его. Слушай, говорит, а ты деньги-то любишь? Он говорит, да нет. Тогда, говорит, что ты жалуешься? Раз ты не любишь деньги, у тебя их и нет. Вот я люблю деньги. У меня есть деньги. Вот. И это такой, действительно, опять-таки, закон, где сокровище ваше, там сердце ваше будет. Если я люблю царство небесное, так оно у меня и будет. Если я равнодушен к нему, то как бы я там не постился, как бы я не молился, какие бы я не делал добрые дела, если я царство небесное не ищу как свое сокровище, у меня его никогда и не будет. Как Господь говорит, да? Он говорит о себе. Я есть Бог-ревнитель. Вот не надо забывать это. Из ветхого завета забывать это нельзя. И поэтому царство Божие нельзя искать как что-то второстепенное или третье степенное. Понимаете? Господь не согласен с этим. Вот он как самое главное. Ты все-таки... Да, царство Божие ищется через тысячи обязанностей наших на земле. Я, допустим, со своими восьми детьми я не могу приехать домой и пойти читать Акафист. Понимаете? Я должен мыть посуду там или читать детям сказку, рассказывать. А есть ли царство небесное в мытье посуды? Есть, да. Во-первых, мытье посуды очень сильно успокаивает. Вот это такой, как говорят сейчас, релакс. Вот это все. А потом, это служение. Понимаете? Это служение, да. И если бы не было царства Божьего мытье посуды, то как бы спасались наши многодетные матушки все, понимаете, и женщины. А это... Я смотрю, вот у нас в храме много многодетных. Они прям светятся все, понимаете. Вот полностью отдали жизнь другим. Не было у них ни какой-то посвященной себе молодости, ни зрелости. Только эти бесконечные проблемы, пеленки, болезни детские. А может быть, они не утолены по-человечески в чем-то, вот, и измотаны. Но ты понимаешь, что это вот люди просто на грани святости. Они это приняли, они вот это служение другому приняли. И вот в этом и те посуды для них царство Божие, да. Оно реализуется. Дорога в космос начинается на Земле. Родился человек, а он, может быть, будущий космонавт. На Марс полетит или там в другую галактику. Также и дорога в Царство Небесное, оно здесь начинается. И святые – это те люди, которые уже видят вот этот, можно сказать, свет уже здесь, сейчас на Земле. Поэтому у них в глазах, как говорят, отражается небо. Как и вспоминали старые люди в Рязани, вот когда священный мученик Ювеналий Масловский, архиепископ Рязанский, который в 30-е годы служил, был архиепископом Рязанском, служил в Рязани. Люди не помнят его проповедей. Они, ну, тех, с кем мне приходилось разговаривать, те, которые тогда были детьми, они помнят его сияющие голубые глаза. Они помнят вот этот свет, которое, это как небо отражалось в его глазах. Вспомните знаменитый рассказ о том, как старец, по-моему, Пахомий Великий, в женский монастырь его Господь послал и сказал, что там есть святая. Он пришел в Тавинистский монастырь знаменитый и говорит, мать Игумени, меня Господь открыл, что срезвать есть великая святая. Она привела ему всех. Говорит, нет, нет, а там Тавинистский монастырь, это несколько тысяч человек. То есть, это огромное. Город просто. Город, говорит, не все. Но, говорит, есть у нас еще одна полоумная посудомойка, кстати, к вашему вопросу. Но мы ее даже, потому что, ну, чего она вся помешана, приведите ее. Говорит, вот это она. Понимаете, по-моему, это Таисия, если я не помню преподобную. Удивительный рассказ. Она ночью сбежала, потому что она свои подвиги скрывала. Ее все поносили, все от нее ноги вытирали. Вот и считали ее за никого. А для Господа она была, вот, у нее было царство Божие. Есть еще одна очень интересная притча о Царстве Небесном, которая, в общем, разрушает все земное представление о справедливости. Это когда Господь нанимает работать в своем винограднике разных-разных людей. И одному, говорит, получишь динарии, который вначале начинает трудиться, и второму, который чуть позже пришел. И уж те, которые пришли совсем к вечеру, в одиннадцатый час, тоже назначают по динарию. Мне кажется, что это притча о том, что Бог дает человеку столько, что это превышает всю миру. И если человек спасен, то он обретает то, что он не заработать, не купить, не заслужить просто не может. Потому что вот этот динарии, если это образ царства Божия, то это так много, что хоть год за это трудиться. А мне еще кажется, что в этом есть какая-то действительно удивительная любовь Божия. Только приди, только приди. Когда бы ты ни пришел, в какой бы ты момент ни пришел, даже в самую последнюю минуту, только приди. И все Царство Небесное, все Царство Небесное будет у тебя в руках. Спасибо вам большое, отец Божий, за беседу. Наша программа подошла к концу. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok